Ну что ж, здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада видеть вас сегодня в чате. И, ну, как всегда, традиционно, разрешите поздравить с нашим прекрасным, чудесным весенним праздником, днем 8 марта. Побольше солнышка, света и весны уже очень хочется. Ну, а поговорим мы сегодня о достаточно серьезных вещах, которые понадобятся нам для подготовки к итоговой аттестации по русскому языку. И поговорим о тех основных направлениях, которые нам нужны именно для того, чтобы, ну, что-то где-то отправить, где-то что-то еще чуть-чуть доработать в оставшееся время, которого у нас осталось совсем немножко. Ну, как всегда, традиционно начинаем с нашего издательства, с того, что мы выпускаем пособия по всем видам итоговой аттестации, в том числе и текущей, и тематической, по разным ступеням образования. Это и российские проверочные работы, и работы в формате основного государственного экзамена, и единого государственного экзамена. Сегодня мы будем говорить, опираясь на четыре наших основных пособия, даже точнее на три. Мы сегодня не будем касаться основных вещей, связанных с подготовкой к устному собеседованию по русскому языку. Все остальное, вот вы видите здесь на слайде, это наше пособие Светланы Юрьевны Ивановой, типовые экзаменационные, тестовые, простите, задания, 12 вариантов. Это государственная итоговая аттестация, типовые экзаменационные задания, 20 вариантов, Ольги Михайловны Крайник. И единый государственный экзамен, тоже типовые тестовые задания, 20 вариантов нашего автора Дмитрия Анатольевича Романова. Вот эти основные пособия, которые сегодня помогут в нашей работе, и еще наше пособие, это пособие по подготовке к устному собеседованию наших авторов Андрея Юрьевича Ромашевича и Нарине Михайловны Смиричинской. Но сегодня как бы мы его затрагивать не будем. Я просто хотела вам показать, что в принципе все основные подготовки к итоговой аттестации мы в данном случае здесь как бы выпускаем. Этот слайд, я думаю, вам всем хорошо известен, этот слайд не мой, этот слайд, который предлагает Федеральный институт педагогических измерений. И здесь перечислены основные направления, концептуальные, которые проверяются в принципе именно на самом экзамене по русскому языку УК и ЕГЭ. Это те основные подходы, которые так или иначе здесь будут затрагиваться. Это компетентностный подход, который пришел к нам вместе с новым федеральным государственным образовательным стандартом. Это обязательно интегрированный подход, который проявляется как во внешнем, так и во внутреннем единстве измеряемых умений. Это подход к проверке когнитивного и речевого развития нашего учащегося. Это коммуникативно-деятельностный подход, без которого теперь мы просто не представляем нашей работы по русскому языку, потому что здесь мы в первую очередь проверяем, насколько ребенок умеет общаться, насколько развита его коммуникация, насколько она сформирована, насколько эти навыки могут помочь ему в будущей жизни. И когнитивный подход, коррекционно связывающийся с направленностью изменителя на проверку способности сочетать такие универсальные учебные действия, как сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, классификация, анкретизация и так далее. И, естественно, личностный подход, который в первую очередь предполагает возможности экзаменуемого, его подготовка и возможность адаптации к модели по уровню подготовки к инструктальным возможностям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Первая такая типичная ошибка, которая чаще всего встречается и над чем придется нам с вами дополнительно работать, это про описание безударных гласных форм. Потому что самая такая сложная ошибка, которая часто встречается, это поиск проверочного слова. Здесь обязательно нужно отрабатывать слова с непроверяемыми безударными классными, которые просто нужно заучивать, и слова с безударными, особенно те, где есть необходимость подобрать одноколенное слово и услышать ту самую сомнительную букву, которая там есть. Есть такие, например, как сердце-сердечко, агентство-агент, крестный крест и так далее. Некоторые слова-исключения, которые просто следует запомнить, которые невозможно ничем проверить, но требуется на запоминание. Запоминание. Это лестница, праздник, сообщать, блеснуть, склянка и так далее. Здесь, мне кажется, нужно обратить внимание, ребят, на то, что есть достаточно много слов, которые могут встретиться в работе по русскому языку, и которые достаточно редко встречаются в речи самих учащихся. Поэтому вот такие какие-то вещи нужно просто хорошо как бы отработать. Их не так много, их следует, скорее всего, выучить, потому что если у учащегося хорошее знание русского языка, то мне кажется, что больше 20-25 слов им заучивать не придется, потому что здесь основные слова, которые хорошо известны, такие как «избаловать», «турты», «банты», «ходатайство» и так далее. Вот здесь у меня коллеги задавали вопрос, как отрабатывается. Традиционные упражнениями, дополнительными теми, которые помогут эти слова повторить, запомнить. Многие пользуются, как в иностранном языке, пишут на листочках, прикрепляют к компьютеру, к столу, дома, к ковру, к полу. Да и удобно, лишь бы только это слово вспомнить, посмотреть, запомнить. И тогда, сами когда оно встречается, то совершенно спокойно вы его правильно сделаете. Следующее, это мы уже затронули эту тему, это про описание безударных, но непроизносимых согласных в камнях слов, где такие слова, которые следует в первую очередь запомнить, либо подобрать правильное слово. Еще одна очень сложная часть, которая чаще всего вызывает проблемы, это правописание Н2М в разных частях речи. Но что здесь нужно обратить внимание? Здесь наши авторы предлагают вот такие задания, которые есть, с одной стороны, в пособии, с другой стороны, обращают внимание на два основных направления. Основные типические ошибки, кстати, это предложила Ольга Михайловна Крайник. Это не развлечение прилагательных причастей, как следствие применения не того правила, и невнимательность при чтении задания. Вот, поэтому здесь вот нужно будет подобрать дополнительное упражнение, задание найти в учебнике, посмотреть в наших пособиях, по горизонтали, по вертикали найти задания именно на эти правила и их в первую очередь отработать. Это и обязательные, такие сложные слова, как на прилагательные на ованный, веванный, дованный, такие, как корчеванный, привилегированный, арестованный. Это такие слова, которые нам хорошо привычны, известны, да, это такие, как голубиный, кожаный, серебряный и так далее. То есть в любом случае это в первую очередь возможность работать с большим количеством дополнительных материалов, связанных с какими-то сборниками упражнений, в первую очередь учебниками, которые у вас есть, и, естественно, нашими пособиями. В данном случае это в первую очередь тренинг. Вот здесь одно из, наверное, самых сложных заданий, которые отмечают все специалисты, кто занимается работой с подготовкой учащихся к витуговой аттестации по русскому языку. Это самое сложное седьмое задание. Вот задание, которое предполагает установить соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. В каждой позиции первого столбца следует подобрать соответствующую позицию второго столбца. Как показывает опыт проведения экзамена по русскому языку, у этого задания один из самых маленьких процентов его выполнения. То есть он вызывает наибольшее количество неуверенности и ошибок у учащихся. Что предлагают здесь наши авторы? Они говорят о том, что важно помнить, что все вот такие предлагаемые задания, они чаще всего однотипны. И особых знаний и требований, глубинных знаний теории они не требуют. Но при этом следует обратить внимание на то, что такое грамматическая ошибка. В данном случае очень важно заметить, что ошибка в структуре языковой единицы, которая связана с нарушением норм образования слов, их различных форм, и норм построения словосочетаний и предложений, это вот основное, на что нужно будет обратить внимание. Поэтому мы можем сказать о том, что грамматические ошибки относятся как в области словообразования, морфологии и синтаксиса. Поэтому здесь очень важно разделить ошибки на морфологические и синтаксические. Вот в первую очередь это морфологические ошибки, которые есть в седьмом задании, это нейтральное употребление падежной формы существительного с предлогом и неправильное употребление имени числительного. Синтаксические ошибки, выделяемые в этом задании, следует обратить внимание вот на такие типовые, как нарушение, связанное с подлежащим и сказуемым, нарушение вида временной связи соотнесенностью глагольных форм, ошибка в построении предложений с однородными членами, неправильное построение предложений с депричастным оборотом, нарушение построения предложений с несогласованным приложением, неправильное построение предложений с косвенной речью, и ошибка в построении сложного предложения. Вот если посмотреть на все ошибки, которые нужно найти и выделить в седьмом задании, это практически хорошее знание всего курса русского языка и для девятого класса, и для одиннадцатого. Вот здесь есть несколько основных примеров того, на что следует обратить внимание. Вот при неправильном употреблении падежной формы, существительного с предлогом, здесь нужно обратить внимание на употребление родительного с дательным падежом. Согласно чему заявлению, вопреки чему, закону, благодаря чему, указанию. И это достаточно часто можно услышать и увидеть замену дательного падежа родительным. Или вот это временное значение по прилету, по приезду, по прибытию, по завершению, и чего-либо. Очень важным является неправильное употребление имени числительного. К сожалению, это сейчас одна из очень таких серьезных проблем, которая видна и на экзамене по русскому языку в одиннадцатом классе, и на экзамене в девятом классе, как в письменной форме, так и на устном собеседовании. Вот одна из самых таких часто встречающихся ошибок, это именно неправильное употребление имени числительного. В данном случае здесь, в пример, двое подруг, две подруги, кольца на обоих руках, на обеих руках. То есть вот такие вещи, на что следует обратить внимание. Мы говорили о нарушении связи между подлежащим и сказуемым. Здесь очень важно обратить внимание на употребление правильного формы слова, рода слова. Вот, например, ГОБИ расположены на севере и северо-востоке Центральной Азии. При этом ГОБИ – это пустыня, значит, соответственно, это должно быть единственное число вместо множественного. Или вот, например, в нынешнем году МГУ, как всегда, приняло новых талантливых студентов. При этом тот, кто написал это предложение, забыл о том, что МГУ – это в первую очередь университет. Соответственно, это мужской род, и он МГУ принял. Или вот такое, допустим, нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, на которые, ну, очень часто мы, бывает, не обращаем достаточное внимания при подготовке. Поэтому это вот тот блок, на который следует обратить серьезное внимание. Там, когда, допустим, мы употребляем, Грибоедов изображает, как Чацкий бросил лицо Фамусова тяжелое обвинение и покидает Москву. Вместо того, что Грибоедов изображает, как Чацкий бросает лицо Фамусова тяжелое обвинение и покидает Москву. Вот такие вещи следует обратить внимание при подготовке. Или вот, например, такая ошибка, как ошибка в построении предложения с однородными членами. Здесь достаточно часто, начиная какую-то фразу или предложение, ребенок иногда забывает о том, о чем он хотел сказать. И при присоединении конца предложения он уже начинает допускать ошибки. Например, выпускники готовились к экзаменам не только по русскому языку, а и по математике. Вместо того, чтобы «ну и по математике» или «просто и по математике» готовились к экзаменам и по русскому языку, и по математике. Или вот такое тоже достаточно часто встречающееся выражение, которое можно даже сплошь и рядом услышать среди наших знакомых. «Я хорошо помню как знакомых своего отца, так и матери». При этом правильно должно быть «я хорошо помню знакомых как своего отца, так и матери». Или «я хорошо помню знакомых своего отца и матери». То есть вот все-таки в первую очередь вот это вот предложение с однородными членами, оно действительно вызывает достаточно много проблем у выпускников. «Все отправились гулять в небольшую рощицу, расположенную вблизи дачи, которая привлекала тенистой прохладой». Если это устная речь, ну, бывает, что на это не обращаешь внимания как-то, потому что в данном случае появляется более, ну, как бы важная задача – услышать, что конкретно сказал ребенок. Здесь же вот, в письменной речи, это очень важно. «Все отправились гулять в небольшую рощицу, расположенную вблизи дачи, привлекающуюся, привлекающую тенистой прохладой». Или очень важные такие ошибки, которые связаны с неправильным построением предложения, где причастным оборотом. Это тоже очень важно, поэтому на это следует обратить внимание, еще раз повторить перед экзаменом. Или вот еще одна такая очень важная ошибка – это нарушение построения предложения с причастным оборотом. Кроме депричастного оборота, причастный оборот, наверное, второй по своему, я так сказать, сложному использованию в предложениях, как в письменной речи, так и в устной речи для учащихся. Поэтому вот на это нужно обратить внимание, и еще раз повторить, еще раз проработать, наверное, перед экзаменом. Ну, самый такой простой пример – ни один из участвовавших в фильмах в конкурсном показе кинофестиваля не получил высших оценок жюри. Должно быть фильмов, участвовавших в конкурсном показе. Или вот еще один тоже такой достаточно часто встречающийся блок ошибок, которые очень часто допускают ребята. Поднятая еще Пушкиным тема «Маленького человека» по новому интерпретирована в романе Достоевского «Преступление и наказание». При этом изменение названия, в принципе, не должно было быть. Она должна была быть использована в романе «Преступление и наказание». Или вот такое еще предложение с косвенной речью, что тоже очень важно. «Всю свою жизнь Некрасов боролся за права бездолиного русского крестьянина. На закате своих дней поэт справедливо писал, что я лиру посвятил народу своему». При этом должно быть писал, что он лиру посвятил народу своему. То есть вот это неправильное использование в косвенной речи, цитирование в косвенной речи, в предложении, вот это вот тоже одно из очень важных, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Или, например, построение сложного предложения. Особенно если ребенок начинает накручивать большое количество дополнительных союзов или союзных слов. Например, уже древние философы много размышляли над вопросом, что можно ли сделать человека счастливым. Понятно, что здесь есть лишнее, что совершенно безболезненно можно было бы убрать. Уже древнегреческие философы много размышляли над вопросом, можно ли сделать человека счастливым. Ну, наверное, одно из самых сложных на сегодняшний день заданий, которые появились в этом году, это 20-е задание, которое, мне кажется, достаточно плавно переходит из того седьмого задания, о котором мы сегодня говорили. Дело все в том, что так или иначе, если ребенок справляется с седьмым заданием, 20-е для него будет совершенно простым, потому что основные какие-то вещи, связанные с лексическими ошибками, он уже как бы отработал, понял, и у него это уже получается. Поэтому вот в 20-м здесь задании есть два основных типа. Это замена неверно употребленного слова и исключение лишнего слова. Вот пример здесь дан нашим авторам в тех двух формах, которые есть в нашем пособии. Ну, здесь на что, наверное, нужно в первую очередь обратить внимание? На то, какие лексические ошибки могут быть вот в этом 20-м задании. Это в первую очередь смешение паронимов. Наверное, самое известное и самое часто употребляемое – это «одеть» и «надеть». Поэтому вот эти вещи нужно будет обратить внимание еще раз и повторить с ребятами. Это употребление лишних слов, таких как «плеоназм», «памильный сувенир», «на память». Или же «тавтология», которая предполагает повторение однокоренных слов. Например, «активисты активно участвуют». Или такая ошибка, как «смысловая неполнота». Например, без дополнительных объяснений о том, что это объявление о работе с ИРОСом, не совсем понятно, о чем идет речь. Или «прошу прописать меня без права жилья». Что значит «без права жилья»? Опять же, без дополнительных объяснений непонятно. Даже если дальше идет предложение, обещая не жить. Что значит «не жить»? Совершенно страшная фраза. Несоблюдение правил смысловой сочетаемости. Например, «обречен на успех» или «закоренелый герой». Или же неправильное использование значений русского и иностранного слова. Например, «большая половина» достаточно часто это можно услышать и среди ребят, и даже среди взрослых. Или на голосование «кворум не явился». Хотя все прекрасно знают, что «кворум» — это когда есть необходимое количество тех людей, кто будет голосовать. Контоминация. Когда возникновение нового выражения или формы объединения двух вариантов. Двух выражений или формы. Чем-то похожих. Например, «играть значение». Мы достаточно часто теперь это выражение слышим. Хотя это контоминация двух выражений. «Играть роль» и «иметь значение». На что еще, наверное, нужно обратить внимание и повторить перед экзаменами. Это знаки предложения в сложном предложении с различными видами связи. Это важно и это необходимо. Поэтому здесь тоже нужен очень серьезный тренинг, который поможет нам выполнить все или иные упражнения и в учебнике, и в наших пособиях. Именно направленные на постановку знаков припинания в сложном предложении. Вот здесь, на что бы мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание, что очень часто ребенок не всегда правильно ставит верные знаки припинания, потому что очень часто не определяет правильную грамматическую основу слова. В используемых заданиях в наших пособиях вы найдете не так много заданий с авторскими знаками, потому что несогласованные определения мы тоже старались не включать, потому что это те очень сложные вещи, которые достаточно сложно отработать. Вот здесь очень важно вот эта вот такая серьезная балансировка между тереорией и практикой. Почему это важно? Потому что определение грамматической основы помогает дальше определить сложное это предложение или это простое предложение. Определить обособленные члены предложения. Если мы обозначаем средства связи частей в сложном предложении, то мы далее начинаем находить обособленные обороты и определяем структуру сложного предложения, то есть взаимосвязанное все так или иначе. Вот 19-е задание, которое и показывает пунктуацию сложного предложения с различными видами связей, говорит о том, что здесь нужно обратить внимание на момент, когда возникает стык союзов. Именно это вызывает чаще всего самое большое количество ошибок. Именно в 19-м задании на сегодняшний день обычно бывают самые сложные предложения для разбора и постановки знаков. Поэтому что бы мы, наверное, вам рекомендовали? Может быть, есть некий такой алгоритм, который помогает выполнить это задание. Это выделить и сосчитать все грамматические основы. Может быть, еще раз прочитать предложение. Особенно там, где постановка знаков препинания на стыке с двух союзов, сочинительного и подчинительного. Постараться понять, к какому предложению в составе одного большого предложения относится тот или иной союз. Например, такое предложение. Меня удивляло, что когда не позвонишь, его нет дома. При выделении главной мысли мы, допустим, можем пока убрать обстоятельства. И получается, меня удивляло, что его нет дома. Поэтому понятно, что союз, что относится к его нет дома. А когда не позвонишь, можно выкинуть. Мы не потеряем ключевой мысли автора. А если можно выкинуть часть предложения, то ему нужно обособить запятыми. Вот такой алгоритм выполнения может помочь при данном выполнении задания. Что еще? Очень часто, когда предлагается отрывок из того или иного текста или абзаца, нужно что-то сделать из того, что просит автор. Что-то доказать, что-то описать, что-то рассказать. Найти аргументацию. Поэтому очень важно вспомнить еще раз, что такое повествование, что такое рассуждение, что это описание. Потому что это поможет и в работе при подготовке к ОГЭ, и в работе при подготовке к ЕГЭ. Потому что вы еще раз обратите внимание на те важные моменты, на которые следует обратить внимание. Да, еще одна очень такая часто встречающаяся ошибка. Это то, что ученики очень часто не различают форму слова и лексический повтор. Поэтому, в первую очередь, ребята должны обратить внимание на то, что слово, в случае особенности, если есть лексический повтор, употребляется еще раз, так как выполняет определенную стилистическую задачу, а не просто так появилось в этом предложении. Поэтому вот это вот задание, найти предложение, которое связано с помощью местоимения, лексического повтора, форм слова и предлога с местоимением, является тоже одним из очень сложных заданий и требует, конечно, такого серьезного повторения. На что мне хотелось бы здесь обратить ваше внимание? Вот здесь маленький такой текст, где как раз каждое последующее предложение соединено с предыдущим именно с помощью лексического повтора. И это здесь не ошибка, а это именно стилистический прием автора, который помогает соединить два предложения с помощью лексического повтора. Вот, например, предложения 10 и 9 соединены повторяющимся союзом «Он». Он предпочитал портрет, плакат, он старался найти свой стиль, своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясности. Или вот, например, предложения 14 и 15, которые тоже соединены с помощью личного совместоимения «Он», но здесь нет стилистической фигуры, лексического повтора. «Ярцев жил далеко от безлюдной станции в лесу, на берегу глубокого озера с черной водой. Он снимал избу у лесника». А вот 15 и 16 предложения соединены с помощью формы слова «лесник». Вот я уже его зачитала. «На берегу глубокого озера с черной водой жил». Он снимал избу у лесника. Безберга на озеро сын лесника Ваня Зотов сутулый застенчивый мальчик. То есть и там, и там они соединены словом «лесник». Или, допустим, 18 предложение соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения «Он». На озере Берг прожил около месяца. Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. Еще очень важное – это работа с средствами художественной выразительности. Здесь действительно очень серьезная нужна работа. Это, наверное, даже тема отдельного большого разговора по работе с средствами художественной выразительности. И на что в первую очередь здесь нужно обратить внимание? Это на то, чтобы не только на экзамене по литературе, на экзамене по русскому языку ребенок мог найти и метафору, и эпитет, и гиперболу, простите, гиперболу или то-то. Поэтому здесь еще, наверное, такой важный момент, на что бы хотелось обратить внимание наших учащихся, это о том, что не всегда средства художественной выразительности можно опоздать по той или иной части речи. Это, например, олицетворение и эпитет, который выпускники очень часто путают, иногда просто не понимают и не учат. Потому что некоторые тропы встречаются очень редко, и поэтому ребята определяют, ну, как бы на авоз, получится, не получится, определил, не определил. При этом теряется самый важный блок, связанный именно с работой с выразительными средствами речи. Поэтому, что предлагают наши авторы при выполнении 25-го задания? Это в первую очередь знать изобразительно-выразительные ресурсы языка и их распределение. В первую очередь это по ярусам языка, как фонетические, морфемные, лексические, морфологические, синтаксические. Это по смысловой нагрузке и сфере распространения, такие как тропы, слова в прямом значении, диалектизмы, разговорная лексика, книжная лексика. А также по риторической нагрузке, если это касается синтаксиса. Такие как фигуры речи, синтаксические приемы, риторические фигуры и так далее. И самое главное, наверное, все-таки отработать навык, находить, опознавать, различать, дифференцировать, изобразить и выразительные средства именно в конкретном тексте. Поэтому самое главное, как отвечают все, кто занимается подготовкой детей к итоговой аттестации, это любой залог успеха, который у нас возможен, это тренировка, тренировка любым материалом, который служит своим целям. Это может быть и художественный текст, это и публицистический текст, это и уроки русского языка, это и уроки литературы. Везде, где мы встречаемся с изобразительно-выразительными ресурсами языка. Еще один блок, который тоже нельзя не затронуть, это учащийся не всегда удачно может выразить собственное мнение. И это приводит к тому, что у него нет аргументов к тому тексту, который он прочитал и о котором он сейчас пишет. Поэтому следующая, как бы вытекающая из этого проблема, возникает проблема правильного цитирования. Комментирование. Когда ребенок правильно указывает проблему, которую поднимает автор в том или ином тексте, о том, что это очень важно для него, это такая важная тема, но при этом, когда пытается это комментировать, то уходит настолько далеко в сторону, что забывает, что комментировать в первую очередь нужен тот фрагмент произведения, который предлагается для комментирования. И поэтому вопрос использования правильного цитирования, когда ребенок четко и логично вплетает авторский текст в свой собственный, это очень важное умение, которое помогут ребенку и на писанном экзамене, и на устном экзамене, особенно там, где касается устного собеседования, это один из вопросов этого экзамена. Поэтому вот это умение логично и правильно включить авторский текст в свой, это очень важно. Поэтому вот здесь такой вот пример. Автор убежден, что страдания юной души неприемлемы для большинства, уже пережившего период вставления. Это вот как раз пример, наверное, удачного цитирования. Так. Что мы здесь можем предложить? Вот здесь, наверное, можно предложить ребятам найти предложение, в котором передается чья-то речь. Найти какие-то закавыченные слова, да, еще раз повторить их, вспомнить, посмотреть, нет ли в найденном предложении местоимения первого лица. Значит, может быть, здесь нет цитирования, здесь ошибка, здесь просто идет речь, ну, как бы, прямая речь. Вот, например, Петр говорил о том, что у меня слипаются отсталости глаза. При том, что правильно должно быть, Петр говорил, что у него слипаются отсталости глаза. То есть вот на такие вот вещи еще и еще раз обратить внимание учащихся для того, чтобы отработать вот такие вот, казалось бы, простые ошибки, которые все-таки требуют достаточно серьезной отработки тех или иных ошибок. Ну, и вот, наверное, еще одно такое очень важное умение, которое очень часто проходит мимо учащихся, это умение замечать свои собственные орфографические речевые ошибки. Потому что иногда мысли ребенка убегают вперед, и он просто, когда даже перечитывает этот текст, он вот эти ошибки свои просто-напросто не видит. Поэтому это вот тоже можно попробовать потренировать, поговорить с ним. Поэтому, когда мы говорим о недостаточном уровне практической грамотности, мы говорим о том, что нужно больше давать на ребенку каких-то заданий именно на редактору текстов. В наших пособиях, которые мы вам показывали, есть очень много таких очень интересных заданий именно на редактору текста. Поэтому это позволит, ну, как бы потренироваться в каких-то классических, как школьных упражнениях, так и заданиях в наших пособиях, какие конкретно ошибки там, например, и речевые в том числе чаще всего будут встречаться, и на что ребята смогут обратить внимание при, ну, как бы, редакторе, работе с текстом. Вот очень такая еще достаточно простая и в то же время часто встречающаяся ошибка. Я думаю, что вот это связано в первую очередь с тем, что наши ребята сейчас имеют огромное количество информации и научились многие вещи читать, ну, что называется, по первым двум слогам, не до конца прочитывая слово. Поэтому иногда возникают достаточно курьезные такие моменты, когда ребенок начинает путать совершенно простые, казалось бы, одинаковые части речи, сходные по звучанию, но при этом несущие разные литрическое значение. Это такие, как невежа и невежда, удачливый и удачный, различать и отличать, благодавный и благодарственный, там будний и будничный, костный и костяной, соседний и соседский. Вот поэтому я думаю, что мы уже говорили сегодня о «деть и надеть». Вот, наверное, к нему, может быть, стоит еще раз вернуться, теперь уже с точки зрения употребления паронимов. Еще очень важный такой момент – это порцеляция, на что тоже стоит обратить внимание, ребят. Потому что здесь очень важны такие вещи, которые помогают запомнить, как это выглядит визуально. Ну, вот самый простой пример – это строчка из стихотворения Александра Блока. Ну, и еще, наверное, на что бы мне хотелось обратить внимание – это вот на некий такой алгоритм, который должен в какой-то мере, наверное, присутствовать у ребенка, когда он должен понимать, что в сочинении «В рамках ЕГЭ по русскому языку» для него важно выполнить основные несколько блоков, которые помогут ему совершенно верно это сочинение написать. Поэтому вот здесь такой алгоритм, который мы можем вам предложить, вы можете по-разному к нему относиться, но я думаю, что для некоторых ребят это будет некой такой подсказкой, когда это может быть постановка проблематики, текста, комментарий к поставленной проблеме, некое выявление авторской позиции, комментарий к позиции автора. При этом здесь я все время как-то с ребятами работаю, все время им говорю одну и ту же фразу о том, что когда вы комментируете авторскую позицию, когда вы выявляете авторскую позицию, меня не интересует, что вы знаете про это произведение, про автора и про все остальное. Я хочу, чтобы вы мне ответили на конкретный вопрос, по тому вопросу, который вам задан. И поэтому, комментируя позиции автора, вы должны понимать, что здесь в первую очередь вы комментируете ту позицию, с которой нельзя не согласиться. Далее обязательно здесь должны быть проведены несколько аргументов. В первую очередь их должно быть, вот просто ребята должны запомнить, что аргументов должно быть в первую очередь два. Их может быть три, четыре, пять. Это все только добавит лишние ошибки. Главное, вот мне сейчас на экзамене нужно два аргумента. Первый и второй. И далее идут выводы, которые тоже нужно написать верно. Что еще? Что еще хотелось бы обратить внимание? Наверное, вот здесь вот я вам хочу просто дать несколько таких заданий на сжатое изложение, которые очень хорошо дает наш автор Ольга Михайловна Крайник. Она вот здесь предлагает очень интересные, такие самые простые дополнительные упражнения, некую систему заданий, о которой я здесь говорить не буду. Вы можете посмотреть у нас на сайте ее вебинар по подготовке к ОГЭ. Но я просто хочу, чтобы вы обратили внимание на те основные моменты, которые она выделяет. Это навыки отбора сумменно существенной информации. Это сокращение текста различными способами. Это передача правильная и логичная умение излагать свои мысли. Точно использовать языковые средства, особенно при обобщенной передаче содержания. Поэтому вот такие простые способы и приемы, которые вы можете в качестве такой подсказки в какой-то мере обобщающей такой таблички предложить ребятам. Это основных три способа. Исключение подробностей и деталей, обобщение конкретных единичных явлений, сочетание, исключение и обобщение. И несколько основных приемов, которые можно использовать, которые вы всем хорошо знакомы, вы часто их используете. И если у ребят это будет перед глазами, они просто вспомнят лишний раз еще о том, как, какими способами и какими приемами можно сжать текст. Ну вот здесь есть некий такой план с работы с абзацем, есть упражнения такие небольшие. Ну, я думаю, они будут вам интересны и полезны. Сейчас я хотела бы вот о чем как бы поговорить. Поговорить я бы хотела сейчас о тех основных умениях, которые нужны, когда речь идет о написании сочинения в девятом классе. Это несколько основных направлений, связанных с адекватным пониманием информации прочитанного текста, умение понимать основную мысль прочитанного текста, интерпретировать информацию прочитанного текста на этой основе, умение устанавливать авторскую позицию в тексте, формировать ее, умение выражать личностно-эмоциональное отношение к теме текста и формировать свою позицию по данной теме. Вот еще на что хочу обратить ваше внимание. Здесь немножечко изменились моменты критерий оценивания заданий. Это вы найдете на сайте FAPI. Обратите внимание, что если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, то такая работа по всем критериям оценивается нулем баллов. Сейчас, когда я хочу перейти к работе с сочинением по девятому классу, я бы здесь хотела ваше внимание обратить, что в пособии у Светланы Юрьевны Ивановой есть очень интересные блоки текстов, которые посвящены основным темам. Это тема, связанная с учителем, это тема войны, это тема природы. И к каждому блоку тем есть дополнительные тексты для прослушивания. Есть материалы по оцениванию в девятом классе, есть памятка для обучающихся по написанию сочинений в девятом классе и даже образцы различных сочинений для того, чтобы ребенку было проще как бы готовиться к этому блоку. Вот здесь вот я дала некоторые блоки тем вместе с микротемами, на что нужно обратить внимание, чтобы вы могли, используя наши пособия, обратить внимание именно на этот материал. Здесь есть такая, допустим, памятка по сочинению рассуждений, но здесь есть по всем трем основным направлениям такие вот памятки, какие-то подсказки, на что обратить внимание в начале, в заключении, какие-то формы, какие-то есть клише, которые представлены. Поэтому вот рекомендую использовать наше пособие Светланы Юрьевны Ивановой именно вот с этой точки зрения. Более подробно про наши пособия, если у вас есть желание будет потом вернуться к ним, посмотреть, полистать, можно будет найти на нашем сайте записи наших вебинаров. Это на сайте издательства Бином отдельно есть страница, посвященная редакции «Поколение В», которая вот выпускает те пособия, о которых мы сегодня говорили. Поэтому там можно будет найти и записи всех наших вебинаров, поэтому приглашаю, приходите, посмотрите, может быть, что-то интересное для себя найдете. Если есть какой-то вопрос, у нас есть своя методическая поддержка, на сайте можно задавать вопросы, или вот по электронному адресу generationv.ru. И, несмотря на то, что адрес такой, как бы, чисто редакторский, вы найдете туда, если вы напишете туда, значит, вопрос, то он найдет того конкретного человека, кто на этот вопрос вам ответит. Поэтому пишите. Если вы выйдете на сайт торгового дома «Абрес», то там можно будет найти наше пособие. И, кроме того, наше пособие можно будет купить, ну, если есть такая необходимость, купить на сайте «Азона», «Лабиринта». Вот, поэтому и на каких-то еще других сайтах, на которых вы наше пособие сможете зайти. Ну, а это мои основные координаты, можно писать мне. Вот, поэтому спасибо вам большое за внимание. Сейчас я постараюсь ответить на вопросы. Так, можете ли дать рекомендации подготовки к ВПР по литературе в шестом классе? Вы знаете, у нас будет, наверное, отдельный вебинар, посвященный литературе, он у нас уже был, но вебинар по литературе шестого класса мы пока не планируем, потому что пособие, которое мы выпустим по литературе, выйдет у нас не ранее осени 2018 года. Поэтому я думаю, что к этому вопросу мы вернемся осенью. Обязательно разнять все согласие и не согласие с авторской позицией. Но, вообще-то, это одно из основных вопросов того, насколько вы аргументируете авторскую позицию и свое согласие с ним. Ну, обычно, я всегда своим ребятам говорю, вы можете не соглашаться, ваше право. Но, вообще-то, лучше согласиться, потому что сама формулировка темы построена таким образом, что она в первую очередь предполагает, что вы соглашаетесь с авторской позицией. Уточните, пожалуйста, сочинение в девятом классе – это пересказ текста, то грамотность изложения не учитывается, или же из расчета объема изложения идет ужесточение норм грамотности. Ну, я думаю, что в первую очередь сочинение – это не пересказ. Вы уже сами ответили на этот вопрос. Поэтому, если речь идет о том, что это не сочинение, а пересказ, то это, естественно, не зачитывается. И тогда, соответственно, уже и неграмотность, и ничего другое не смотрится. Потому что уже изначально понятно, что сочинение не соответствует тем требованиям, которые мы к нему предлагаем. Вы знаете, в зависимости от, наверное, знаний ребенка и владения им русским языком, я, например, допускаю возможность использования клише, если это поможет ребенку правильно и верно написать сочинение. Ну, все. Тогда спасибо вам большое еще раз за внимание. Всего вам доброго и хороших результатов на ОГЭ и ЕГЭ. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok